Официальное открытие Центра медицинской профилактики состоится в сентябре. В это же время в Надыме пройдет региональная научно-практическая конференция по актуальным вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни. К другим темам выпуска. С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости. Новые правила разрабатываются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России. Чем новые пенсионные правила лучше тех, которые действуют сегодня, и каковы их основные отличия? Этот вопрос я задаю гостю нашей студии Татьяне Кочкиной. Она возглавляет управление пенсионного фонда в Надымском районе. Здравствуйте, Татьяна Петровна. Добрый вечер. Итак, в чем отличие новых пенсионных правил от уже существующих? И людей какого возраста они коснутся прежде всего? Действительно, с 2015 года должен вступить в силу новый закон о назначении пенсии. Есть ли у него отличия? Конечно, есть. Во-первых, будет учитываться трудовой стаж. Вот надо сказать, что для лиц, которые начали свою трудовую деятельность после 2002 года, как бы стаж не имеет на сегодняшний день значения, а имеет значение суммы страховых взносов, которые за работника выплачивает страхователь. И решено, что надо не только учитывать стаж до 2002 года, но и после 2002 года тоже обязательно учитывать, работает человек или не работает. И чем больше он будет работать, чем выше стаж, тем выше будет и размер пенсии. Второе, будет учитываться заработная плата, а следовательно отчисления от заработной платы, которые будет делать страхователь. Ну и вот третий момент, это совершенно новый, что если будущий пенсионер отказывается от назначения пенсии и выхода на пенсию в установленный срок, скажем, 55 лет наступило, и он в течение трех лет, например, отказывается от получения пенсии, то размер ее увеличится примерно процентов на 20. Ну а если больше, это вот в формуле там подсчитано, и можно на сайте pfr.ru посмотреть, то пенсия увеличится почти на 90%. Вот это то новое, что будет. Вот эта формула, так называемый пенсионный калькулятор, когда можно будет рассчитать будущую пенсию, в общем-то она уже доступна пользователям интернета. И туда нужно подставлять коэффициенты, другими словами, баллы. Эти баллы будут равняться определенной сумме денег, да? Вот кто устанавливает эти суммы, вот эти коэффициенты, да? Как это будет рассчитываться, и что главное будет в этой формуле? Ну она очень понятна. В принципе, вот если так посидеть, посмотреть ее, там и дается определенный алгоритм действий, порядок. Поэтому она доступна нашим гражданам, можно посмотреть, от чего там зависит размер пенсии. То есть сколько трудовой стаж? Значит, смысл в том, что если трудовой стаж не ниже 35 лет, то это уже, значит, определенный коэффициент сюда добавляется. Если размер заработной платы был выше средней, и она была белой, эта зарплата, то отчисления, значит, на эту зарплату шли страхователям в размере 22%, так как они должны были идти. То там тоже надо подставить вот эти данные, и тоже будет видно, что чем выше заработная плата, тем выше отчисление, тем выше размер пенсии. Ну и в случае, если гражданин планирует, скажем, не получать пенсию после наступления права, какой-то определенный период, то тоже это будет иметь значение. Кроме того, должен увеличиться стаж минимальный, при котором будет назначаться пенсия трудовой. То есть сегодня вот пенсия назначается при трудовом стаже 5 лет. Если он есть, то она уже как-то назначается. Конечно, размер ее низкий, но тем не менее она назначается. Вот постепенно, значит, стаж будет увеличиваться, каждый год будет прибавляться по году, и достигнет 15 лет. То есть только при 15 годах трудового стажа можно будет выйти на пенсию. Ну и еще один момент, который я бы хотела осветить, это то, что с 2014 года все страхователи, все бухгалтерии будут перечислять на накопительную часть 2%. Не 6%, как которые сегодня, это те, у кого есть накопительная часть, а 2%. И только те граждане, которые захотят, чтобы у них все-таки осталось 6%, на накопительную часть должны подать заявление. То есть они должны определиться. Ну а для того, чтобы определиться, видимо, надо понимать. Ну будем надеяться, что эта реформа, которая грядет, будет окончательной, в общем-то сформирует окончательную систему пенсионную в нашей стране. Ну будем надеяться, хотя окончательного ничего не может быть. Я думаю, что она еще будет корректироваться. Формула есть, но она будет корректироваться, я думаю. Я думаю, что пускай это будет все во благо. Во благо. Во благо пенсионеров будущих. Спасибо большое за беседу.